Хей! Всем привет! Меня зовут Надежда, и вы на моём YouTube-канале Gixis. Мы продолжаем прохождение Колизо, 8-м и 6-я серия. А мало посещая библиотеку, чтобы изучить религиозные тексты и понять мотивы убития. Так срослось, что вчера я записала три серии подряд, и у меня очень сильно заболели связки. Я, видимо, плохо разогрелась, мало занималась, и вообще давно я этим не занималась, поэтому горло побаливает, ну, точнее, именно голосовые связки. Поэтому, скорее всего, 6-я серия, и потом у нас будет другая история. Глава 6. Путь левой руки. Перед тем, как ехать в библиотеку, я позвонила туда и уточнила детали оформления читательского билета. Мне пообещали с этим помочь, но после того, как на рабочее место вернётся необходимый сотрудник. Странно, что для такой простой процедуры нужен им кто-то определённый. Может, у них тут свои правила? Посмотрим. Погрузившись в раздумья, я совсем не заметила, как забрела в очень знакомый переулок. Казалось, ноги сами принесли меня сюда. Это же здесь нашли мира. Я не уверенно огляделась. Со входа в проулок уже сняли полицейскую ленту. Хоть тут и чисто, место всё равно вызывает тошноту. Находиться здесь... Противно? Кровь, грязь, голодные крысы. Кальку-то умеет быть омерзительной, если знать, куда идти. Голый, обезглавленный труп очень пугает, но больше всего он вызывает отвращение. Такое ощущение, будто трупный запах до сих пор витает в воздухе. Фух, надо убираться отсюда. Я зашагала дальше, прочь от бывшего места преступления. Дальше меня ждали оживлённые улицы и дневное пекло, но всё лучше грязного смрадного проулка. Дорога до библиотеки была недолгой. Водитель такси развлёк меня беседой, рассказав, куда лучше сходить и что нужно посмотреть, пока я в Калькутте. Но он смог, когда узнал, откуда я приехала. До этого момента мужчина был уверен, что я просто из другого индийского штата. Стоило ему услышать, что я живу в Лондоне, на лице водителя возникло замешательство. И разговаривать со мной он дальше не стал. К моменту, когда я добралась до библиотеки, нужный человек для оформления читательского билета уже прибыл. Я открыл дверь и едва не налетела на юношу. Амалак Хан. А, да? Приветствую вас, меня зовут Ману. Или Ману. Наверное, Ману. Я помогу вам со всеми бюрократическими вопросами, а также помогу сориентироваться здесь. А, да, хорошо, спасибо. Не сказав более ни слова, Ману подал мне знак следовать за ним, а затем направился дальше по коридору. Я послушалась, мысленно озадачившись. Он прямо у порога меня ждал. Я ведь и шаг от входа сделать не успел, как он ко мне обратился. Еще и узнал моментально. Ерунда какая-то. Вы так легко узнали меня, я решила заговорить с ним. Это было не очень сложно. Юноша бросил фразу, не оборачиваясь. Поверьте, по вам видно, кто вы и откуда прибыли. Ну, прям блистательная дедукция. Ну, она нетрадиционно одета, может, в этом дело. Отпало всякое желание разговаривать с ним, поэтому я молча и послушно делала то, что он меня просил. Показала нужные документы, заполнила какую-то анкету, подождала несколько минут. Ману вернулся с небольшой бумажкой и протянул ее мне. Все закончено, мисс, вы можете взять свой временный читательский билет. Ману разговаривал со мной на хинглийском, странной смеси английского с хинди. Этот факт вызвал у меня улыбку. Говорите со мной на хинди, если можете, я его знаю. Вы сказали, что поможете мне, правильно? Да, наша библиотека огромна, вы сама тут не управитесь. Очаровательная гордость скользнула в его голосе. Да, библиотека Ваисину огромна, ориентироваться тут должно быть нелегко. Это верно, но я тут все знаю. Я ищу книги на темы шиваизма, шактиизма и вишнуизма. Что-нибудь о символике, пуджах, практиках. Довольно широкий спектр, что-нибудь конкретное. Я покачала головой. С чем связан такой локальный интерес? Может, я смогу помочь? Я с сомнением окинула юношу взглядом. Мне просто нужно узнать об этом больше. Моно поколебался несколько секунд, после чего тяжело вздохнул. Давайте провожу вас к нужному разделу и останусь там с вами, чтобы помочь. Если появятся какие-то конкретные вопросы, то я проконсультирую. А вы так хорошо разбираетесь в этом? Достаточно. Мой рабочий день состоит в основном из изучения подобных текстов. Если у вас и без меня много дела, то, может, не стоит оставаться со мной? Все нормально, мисс Ханн. В любом случае, часть моей работы. Я смотритель того сектора, куда мы с вами пойдем. Моно повел меня по широкому и полному свету коридору. Библиотека действительно была огромная, просторная, многоуровневая, уставленная бесчисленными книжными полками. Может, поспрашивать его об интересующих меня темах? Пока идем. Основные религиозные постулаты я и сама знаю, но вдруг услышу что-нибудь новое. Любая информация окажется полезна. Ну, давайте расспросим. Пока мы идем к нужной секции, я могу поспрашивать вас? Почему бы нет? Что вас интересует? Расскажите про... Ну, давайте по порядку, я думаю, тут нам... Я лично вообще ни про что ничего не знаю. Кратко, что сами знаете. Шактиизм — это поклонение великой богине-матери, Шакти. Но ведь если переводить дословно, Шакти — это не богиня? Да, если вы знаете санскрит, то в курсе, что Шакти скорее энергия, нежели персона. В Шактиизме почитают и возвышают женскую энергию, как нечто животворящее и священное. Однако, как и у всякой энергии... Из-за того, что я играю в Геншин, у меня почему-то индуизм читается в голове сразу, как Инадзума. И это меня очень стопорит моментами. Однако, как и у всякой энергии в индуизме, у нее есть аватар, лицо. Поэтому Шакти часто представляют богиней и женой Шивы. Миссис Чуухан говорила об этом. Шивы и Шакти неразлучны. Ее энергии напитывают и его, и делают живым. Они олицетворяют мужское и женское начало, верно? Все правильно. Помимо этого, Шакти проявляются и в других формах. Дурга, Кали, Фарватия и прочие богини. Дурга-пуджа и Кали-пуджа. Праздники с религиозными практиками в честь двух проявлений одной богини. Расскажите про Шиваизм. Довольно популярные религии здесь, в Калькутте. Шива, в честь которого и создан культ, часть главной тройки богов в индуизме. Брахма, Вишну и Шива. В некоторых версиях Шиваизма считается, что он главный бог среди прочих. Поэтому Шиваизм тоже весьма крупная ветвь индуизма. Шива можно назвать дуальным богом. Он несет и разрушение, и мир, и громкое веселье, и смиренное уединение. Может, как раз про это была речь, где солнце и луна. Но они же противоположные по значению и несут, ну, как бы разные. И как раз-таки к этому отсылку-то, к этому богу. Одна из его эспастасей отвечает за танцы, другая – за тихое одиночество в горах. Шива часто предстает как молодой и красивый мужчина, несущий необходимое миру разрушение. Его жена – Парвати, физическое обличие женской энергии – Шакти. Поэтому Шактиизм и Шиваизм близки друг к другу. Шива – мужская энергия, Парвати – женская. Расскажите про вишнуизм. Это одно из самых крупных ответвлений индуизма, верно? Да, это культ бога Вишну. Вам что-нибудь известно о нем? Он – часть триады ведийского пантеона. В индуизме три главных бога – Брахма, Вишну, Шива, плюс их жены. Совершенно верно, Вишнуизм – ветвь индуизма, посвященная Вишну. Он следит за порядком и спокойствием, и не раз спасал наш мир от полного краха. Вишну обладает способностью принимать разные формы – аватары. Когда миру грозит опасность, Вишну принимает тот или иной аватар и спускается к нам, чтобы помочь. Два его облика – Кришну и Раму – люди почитают больше всего. Я помню, что последний его аватар – воин – будет мессией, вестником конца света. Да, и началом зарождения нового. Расскажите, ну, все понятно, спасибо. Ладно, было интересно, но почти все из этого я и сама знала. У вас очень подливы ум, мисс Хан. Умная женщина – это замечательно, мудрость высоко ценится. Я ничего толком не сказала. Но вы интересуетесь, хотите знать больше тяга к знаниям – вот что прекрасно. Минуту спустя мы оказались в нужном секторе библиотеки. Ману задумчиво огляделся, прикидывая, с какой книжной полки начать работу. Вас интересует, что вы говорили? Символика? Тантры? Может, самхиты? Какие-нибудь тексты, описывающие постулаты и религиозные практики? Я вас понял. Юноша принялся шарить по полкам в поисках подходящего издания. Я же осмотрелась, изучая секцию, в которую мы прибыли. Еще минуту назад мы шли по исполинскому залу библиотеки, а сейчас уже стояли в столь укромном уголке. Вот, изучите это. Ману вынурнулась за пол, держа в руках небольшую столбку томов. Ох, тяжелые. Я опустила книги на поверхность стола и принялась раскладывать их. Трактование Брахма Самхита, оригинал Брахма Самхита, Панчаратра Прадипа и также трактование. Трактование на английском, оригинал на санскрите. Я рассуждала слух, листая каждую книгу по очереди. Да, я взяла на себя смелость дать вам самхиты по бенгальскому виншуизму. М-м-м? Подняв голову, я встретилась взглядом с Ману. Кажется, вы интересуетесь видами индуизма, которые популярны именно здесь, в Калькутте. В общем-то, да. Большое вам спасибо. Почему вы помогаете мне? Традите свое время, хотя у вас есть и своя работа. Ману рассмеялся, сейчас он выглядел дружелюбнее, чем 15 минут назад. Вы и есть моя работа. А, да. Меня попросили помочь и приглядеть за вами, поэтому именно я оформляла ваш читательский билет. Чем же я так смутила работника в библиотеке? Не знаю, тем, что вы иностранка? Или тем, что вы из Лондона? Или тем, что у вас есть какой-то особый пропуск? Теперь рассмеялась уже я. Понятно, но я просто пришла покопаться в текстах и ничего дурного не замышляла. Вы знаете санскрит. Намного хуже, чем хиндино читать и что-то понимать могу. Вы родились в Индии? Нет, но я училась на индолога. Правда, никакой приличной практики у меня не было. Поэтому я даже не представляю, по какой причине именно меня включили в нашу группу. Киллиан сказал, что за меня кто-то поручился. Что за хинея? Ладно, изучу для начала трактование самхи. Должна же быть от меня польза. Я вот тоже все думаю о том, кто мог за нее поручиться и для чего. Мы оба замолчали. Я погрузилась в текст. Если честно, то мне кажется, что бенгальский веншуизм это не то, что мне нужно. Веншу божество мира и спокойствия. Кому в голову придется совершать все те жестокости в его честь? Хотя стоит ли искать логику в действиях тому, кому в радость резать головы? А почему нельзя было выбрать, что первое изучать? Я вот, как мне кажется, догадалась, о чем речь. О каком именно божестве. Так прошло некоторое время. Других посетителей в этом секторе не было, поэтому Манов мог позволить себе опуститься на стул рядом со мной. Листая книги, он начал разговор. Я вижу, что бенгальский веншуизм вы уже не трогаете. Он вам больше не интересен? Я просто думаю, что он мне не подходит. Все-таки вы ищете что-то конкретное. Поделитесь со мной, я отлично ориентируюсь в религиозных текстах. Он мог бы мне здорово помочь, но вдруг станет болтать. Может, стоит его припугнуть или по-хорошему попросить держать рот на замке? Ладно, помолчи, пидурок. Раз вы в курсе, что у меня есть особый пропуск, значит, понимаете, что я необычная туристка. И если я узнаю, что наш разговор вышел за пределы этих стен, будет нехорошо. Сидя за столом, я смерила Ману спокойным взглядом. Не хочу пугать вас, просто предупредила. Уверена, вы не болтун. Я и правда не любитель болтать. Ну, фиг знает. Я благодарно кивнулась, ложив руки на столе. Сильно откровенничать я все равно не буду. Мало ли, какая каша у него в голове вдруг додумается ляпнуть что-нибудь. Обсужу лишь необходимое и без подробностей. Меня интересует один символ, которого я не нашла в книгах. Может, вы что-нибудь о нем знаете? Конечно, покажите мне его. Ману вытащил из нагрудного кармана карандаш и маленький блокнотик, написанный вдоль и поперек. Выдрал из него лист, протянул карандаш. Я быстро нарисовала знак с места преступления по памяти. Ну да. А я бы, знаете, как, наверное, сделала? Я бы сначала нарисовала солнце и спросила, знаешь, что это? Он такой, солнце. Что обозначает? Он мне, значит, все рассказал. Потом бы я нарисовала луну рядом с солнцем. А отдельно спросила, знаешь, что это? Он такой, да, это месяц, там все дела, все рассказал. А что вместе это значит? Ну, как бы, я немножко еще и проверила его. Ману взял из моих рук листочек и принялся изучать нарисованный символ. Я по привычке начала вглядываться его в лицо, ожидая какой-нибудь скрытой реакции. Ману сначала нахмурился, потом плотно жал губы в узкую линию. Это довольно необычный символ. Его и правда сложно встретить, потому что он, как бы, это сказать, не каноничный. Да? Да, ведь обычно изображают что-то одно, либо луну, либо солнце. Как погляжу, здесь все вместе. Что это может значить? Какую это силу, могущество? Что-то вроде того, и не совсем. Солнце, как олицетворение могущества, силы и власти. Луна, как олицетворение мудрости, рассудительности, спокойствия. А вместе они две половины противоположностей. Противоположностей? В интуизме это похоже на женское начало и мужское начало. О, ну, блин, я угадала. Такая простая, но важная догадка вдруг пролила свет на существенную часть моих вопросов. Значит, мне стоит приглядеться к шактизму и шиваизму. Но у символа должно быть и другое объяснение. Полумесяц свет считается атрибутом Шивы. Да, все так. Но его часть приписывают и Шакти, то есть некоторым из обликов Парвати, жены Шивы. Я взялась за голову. Как все иногда запутано в индуизме? Чтобы понять лучше, стоит присмотреться к конкретным книгам. Но не все из них есть в нашей библиотеке. Он жестом подозвал меня к себе, направившись в другой коридор. Пойдемте в другую секцию поищем. Пока мы шли, Ману продолжил. Есть какие-то трактовки Тантер, но они не отражают свою детальность в полной мере, в отличие от оригинала. В оригиналах на санскрите можно найти много уникальной информации. И где же можно найти эти оригиналы? Ммм, можно сказать, что нигде. Или, по крайней мере, не здесь. Замечательно. Сожалею, но владельцы частной коллекции стараются уберечь оригиналы подальше от людей. Почему? Некоторые верят, что людям из низших каст запрещено читать и знать о тайных религиозных практиках. Но я не из низшей касты, я вообще не принадлежу ни к одной из них. Возможно, это даже хуже. Скрыть от чужаков важные детали, самхит или Тантер, тоже может быть целью. Я разочарованно вздохнула, опустив взгляд в пол. То, с каким трудом я добывала урывки хоть какой-нибудь информации, выводила меня из себя. Приходилось хвататься за каждую крохотную деталь, выжимая из нее все почистую. Ладно, мне подойдет то, что есть. Я найду что-нибудь для вас. Я лишь кивнула, погрузившись в мысли, и Ману скрылся за полками. Как же все запутанно? Как мне понять, куда двигаться дальше? Пройдусь по секторам, помогу Ману в поисках. Я устала поприла куда-то наугад, периодически цепляясь взглядом за корешки на полках. Полумесяц, солнце, женская энергия, мужская энергия, единение и могущество. Не ной, и работай, а мало нельзя пускать руки, так сразу. Я дошла до тупика коридора, стену подпирала очередная книжная полка, уставленная фолиантами. И ближе я прилетела с книгом. Трактование Тантра Сара. Ого, интересно будет ее глянуть. Жаль, что не оригинал, но Ману предупреждал меня о подобном. Я потянулась к корешку, чтобы вытащить книгу с полки. На мое удивление, та была покрыта толстым слоем пыли. Пришлось встать на носочки, чтобы дотянуться до книги, но попутно я очень больно ударилась мизинцем ноги. Проклятие! Я тихо прошипела ругательство, согнувшись пополам. Каким образом я умудрилась удариться о плоский шкаф? Опустевшись на корточки, я прижала руку к ступне, ощупала пульсирующую боль. Мой взгляд случайно упал на пол, тогда я заметил, что книжный шкаф не стоял на полу целиком. Он был немного приподнят и опирался на какие-то миниатюрные колесики. Ну, они же их двигают, ну, по крайней мере, в больших библиотеках, как мне известно. Они же, ну, стеллажи такие, чтобы передвигать, чтобы место экономить. Они вот так вот стоят, чтобы ты ходил там, гулял. Отвлекшись, наконец, от ноющей боли, я пригляделась внимательнее. Должно быть, об это колесико я и ударилась. Путина проклято! Я обернулась, чтобы посмотреть на другие полки. Они полностью стояли на полу и не имели ничего подобного снизу. Ну, тогда странно. Такой-то азарт захватил меня, и я с энтузиазмом принялась изучать странный книжный шкаф. Пока Ману возился в другой части сектора, я решила себя различить таким образом. Смогу сдвинуть его с места. Иначе зачем здесь эти колесики? Я попыталась отодвинуть шкаф от стены, но это оказалось очень тяжело. Целую минуту я старалась и так, и так сдвинуть его с места. Однако, все было тщетно. Реши сделать последнюю контрольную попытку, я изо всех сил потянула шкаф на себя, упираясь одной ногой в стену. А в какой-то момент мои руки соскользнули, и я с грохотом повалилась на пол. Едва не ударившись головой, я потерла ушибленный копчик. Еще раз так свалюсь, кости не соберу. А те говорили, кушать надо больше. Подняв голову на шкаф, я увидела, что смогла немного сдвинуть его с места. Мгновенно скачив на ноги, я метнулась к приоткрывшейся щели. К моему удивлению, книжная полка немного отъехала вместе с частью стены, образовав проход. Боже, что это? Тайная дверь? Я будто в романе Агата Кристи. Хотя, если подумать, то в этом ничего странного нет. Кажется, библиотека раньше была резиденцией какого-то важного человека в Бенгалии. В таких зданиях много тайных комнат, но для чего национальная библиотека пользуется такой сейчас? Мысль о том, чтобы войти внутрь, возникла внезапно. Она была дурная, неуместная и вообще пугала меня. С какой стати мне лезть, бог знает куда. И все-таки я решила пойти, будто могло быть иначе. Предупредить? Да пошел он в жопу, не будем. Не буду. Уверена, что начнет отговаривать или даже не даст войти. Вот, а мне самой интересно, что там происходит. Наверняка он в курсе и сторожит этот коридор специально. Немедля более я шустро юркнул щель между книжной полкой и стеной. Какая же там щель открылась, извините меня. Я подумала, щель, ну типа вот щель. Она юркнула, представляете, такую щель. Или в нем как это, у кошки голова пролезла, все остальное пролезет. Узкий и короткий коридор был темным и затхал в нем, было душно и сыро. Фу. Однако он быстро закончился, а там, едва я увидела, где я оказалась, из моей груди вырался вздох восхищения. Он эхом прокатился по просторному помещению, сплошь уставленному книжными полками. Я ввела взглядом комнату, она была около ста квадратных метров, и мебель здесь отличалась от той, что была снаружи. Массивная, дорогая, филигранно выструганная из натурального темного дуба. Чтобы заполнить столь просторное помещение, такой мебелью требовалось целое состояние. Ого-го, где я оказалась? Я подошла к ближайшему книжному шкафу, помимо роскошных диванов и тысяч книг, здесь ничего не было. Казалось, это продолжение библиотеки, только какая-то особенная секция. Мне сразу стало интересно, что за тексты тут находятся. Я принялась читать слух. Даша Махавидия, трактование Маханирвана Тантры и оригинал Маханихала Тантра. Ох, это же один из священных текстов шактизма и шиваизма. Это все, это же сокровище. Охваченный радостью и волнением, я не услышала шагов позади себя, чья-то рука коснулась моего плеча. Какой-то инстинкт сработал мыл нееносный. Я сделала шаг назад и сильно толкнула спиной того, кто стоял позади меня. Я застала его врасплох, пальцы на моем плече ослабли. Использовав этот момент, я резко обернулась к нему. А? Ману? Ну, я так и думала. А мало вы, вы ненормальная? А зачем вы подкрались ко мне? Да еще и хватаете. Потому что вам нельзя здесь быть. Нужно было окликнуть меня, не пугать в таком месте. Знаете, на что способна отчаянная перепуганная женщина? Поблагодарите, что нос целый. Ману потер лоб, а потом нахмурился. Уходите отсюда немедленно. Как вы вообще здесь оказались? Вошла. Вошла через... Я знаю, через что, но как вы нашли ее? Что это за место? Что за зал? Это частная коллекция книг одной важной брахманской семьи. Я смотритель сектора, где она находится. И я оберегаю вход от любопытных недотеп вроде вас. Разве брахманам разрешено иметь такие богатства? Выходцы из касты брахманов не всегда идут по стопам предков. Ясно? Значит, эта семья выкупила у библиотеки целое помещение под свои книги? Да. И вы должны немедленно убраться отсюда сейчас же. Книжку-то можно прихватить? Я проскользнула мимо Ману, приводя его тем самым в бешенство. Мне хотелось все здесь осмотреть, все ощупать и изучить. Я оказалась в уникальной тайной комнате, где свою личную коллекцию книг держали члены высшей касты. А мало? Ману рванул за мной, чтобы вытолкать отсюда. Я обернулась к нему ровно за секунду до того, как он успел бы догнать меня. Хей, притормозите! Мисс Хан, я же сказал вам! Мы не можем здесь находиться, нас обоих сильно накажут. Тогда помолчите немного, либо помогите мне найти оригиналы, чтобы я управилась тут быстрее. Юноша только открыл рот, захлебнувшись возмущением. Вы? Что? Да как вы? Я уверена, что вас накажут сильнее, раз вы смотритель секции. Если не хотите, чтобы это произошло, помогите мне быстро разобраться здесь. Как вы смеете? Очень просто, я ищу информацию, и я не отцеплюсь. Какой у этого будет исход, решать вам. Быстро поможете мне, и уйдем без последствий. Или будете мешать, и нас обнаружат, а вас накажут. Что вы выбираете? Вы ужасный человек! Нет, я просто хочу закончить начатое. Помогите мне. Юноша стиснул зубы, мечась между страхом быть пойманным и желанием отделаться от меня поскорее. После недолгой внутренней борьбы, Ману наконец жаловался. Ладно. Боже, сам не верил, что говорю это. Давайте быстро, без глупостей. Я хотела скрикнуть от радости, но Ману прибил бы меня за такое. Не теряя времени, я решила приступить к поиску. Ищите оригиналы. Ману перебил меня. Я отлично знаю, что нужно искать, и очень об этом сожалею. Сколько драмы. Не трогайте здесь ничего, и ни к чему не прикасайтесь. Он раздраженно прошептал под нос. Наглая девчонка. Ману несколько секунд искал что-то на одной из полок, после чего с трепетной нежностью вытащил массивный и сведу ветхий фолиант. Вот. Он с придыханием смотрел на книгу. Думаю, здесь найдется много ответов. Но если кто-то узнает, что я хотя бы касался ее, не сносить мне головы. Головы? Интересное выражение. Да, накажут сурово. Что это за книга? Ману аккуратно опустил фолиант на дубовый стол и мягко провел ладонью по обложке. Сокровище. Вамачара бхава. Вамачара бхава. Тантра о бытии мира через мировоззрение. Именно шактиизма. Я? Я такой даже не слышала. Думаете, хозяева такого чуда будут рубить о нем направо и налево? Подколоть. Если это такое книжное чудо, чего вы мне так просто его показываете и даже даете прочесть? Вы смеете задирать меня? Мне просто интересно. Вы здесь ни при чем. Я сам давно мечтал хотя бы увидеть эту книгу поближе. Раз уж я здесь и так рискую за вас, могу пойти еще на один риск. Я видел, как глаза Ману горели при взгляде на фолиант. Он, как книжный червь, осознал ценность столь древнего текста. Проводящий свои дни в библиотеке, оберегающий частную секцию, он наверняка не раз видел, как хозяева достают эту книгу. Ману, перечитавший все религиозные тексты на интересующие темы, умирал от любопытства. Он мечтал хотя бы одним глазом увидеть вамачара бхаву поближе и с упоением ее прочесть. Его можно было понять. В крайнем случае я свалился на вас. Мне хотелось осадить и приструнить юношу, но он перебил меня, зачитав срочку из книги на санскрите. Ну, опять же, он, наверное, лучше санскрит знает, чем мы, поэтому, если что, нам переведет. Те, кто ведают и рождение, и смерть с помощью гибели, переправившись через смерть, рождением бессмертия достигают. Здесь есть часть, полностью состоящая из яджусов. Яджусы. Ведейские тексты, содержащие мантры для жертвоприношений. Да, и этими текстами сопровождаются любой ритуал жертвоприношения. Смириться и принять смерть как честь. Об этом сказано в мантре верно? Да, принять смерть и обрести бессмертие души. Некоторые из этих мантр очень темные. Значит, вамачара бхава – это черный тантризм левой руки. Вамачара – культ женского начала, который иногда называют путем левой руки. То, что путь левой руки – это обязательно темные тантры – ложь. Правая рука – мужской путь шивы. Хорошо. Левая рука – женский путь шакти. Плохо. Это же глупости. Что, вас до сих пор учат, что левая тантра – это плохо и опасно? Нет, но тяжело вам должно быть без нормальной практики. Что ж, запомните. Тантризм левой руки – это не всегда темные тексты, хотя некоторые из них достаточно мрачные. Но чаще всего из-за кольта кали или дурги. Кстати, тут есть часть и об этом. Расскажите мне об этом. Что там написано? Жестокое убийство и символизм наверняка близки к темным тантрам. Это логично. Ах, так вот, что вам интересно. Темные практики? Я пока не знаю, но думаю, что да. Каула-шактизм. Почитание темной матери вас интересует. Темная мать? Это про Кали, да? Да, яростное проявление Дэви в женской форме бога. Давайте изучим одну легенду, чтобы лучше понимать суть. Она есть в этой книге. В рождении великой матери. Это не про темную ипостась матери, но вам лучше услышать сначала это, прежде чем двигаться дальше. Давай подробно. Я хочу услышать все. Думаю, как индолог вы отлично знаете эту историю, но здесь есть детали, которые мало где можно найти. Яся во внимании. Итак, легенда о празднике Махашива Ратри. Какие сложные названия, вы что? О священном союзе Шивы и Шакти, о рождении богини Парвати. Первую жену Шивы звали Сати. Она была Дэви, женской формы бога в индуизме. Однажды отец Сати, Дакша, организовал Яжну, но он не пригласил на нее Сати и Шиву. И Яжна, ритуальное жертвоприношение. Но это мы уже читали. У Дакша и Шивы были натянутые отношения. Но милая Сати хотела пойти и явилась на Яжну одна. Однако отец проигнорировал свою дочь и даже не предложил просад для Шивы. Священное подношение еды богу, как выражение любви и преданности. Он не оказал должного почтения божеству Шиве, возлюбленному мужу Сати. Сати была до того оскорблена и убита горем, что не смогла больше жить. Она опрометью кинулась в огонь Яжны. Отсюда и берет название обряд Сати, когда вдовы после смерти мужа ложатся за ним следом в погребальный костер. Шива, услышав о постувке жены, был разгневан, а сердце его разбилось. Ему было горестно жить в одиночестве без любимой Сати. Он немедленно явился на место трагедии Яжну Дакши и взял тело жены на руки. Шива принялся исполнять танец Рудра Тандаву, танец разрушения. Он уничтожил владение Дакши. Все были напуганы, ведь Шива имел такую власть. Он мог разрушить вселенную своим танцем. Чего ж тогда его не пригласили? Вы чего? Вишну, второй бог ведийской триады, пришел на помощь. Он разъединил тело Сати на двенадцать частей и раскидал их по миру. Те места, куда упала каждая часть, стали святыми. А Шива, печально одиночеством, ушел в Гималайи и принял строгую аскезу, медитацию. В семье бога Гималая в Сати возродился в новом теле, как Парвати. Про раскидать части очень на греческую мифологию похоже. Парвати хотела вернуться к возлюбленному Шиве, но прервать аскезу очень трудно. И тогда она попросила помощи у бога любви и страсти Камадеви. Камадева сказал Парвати станцевать перед Шивой, чтобы привлечь его внимание. Парвати начала свой танец, а Камадева пустил стрелу страсти в Шиву. Затем Парвати приняла еще более серьезную аскезу и, наконец, смогла привлечь внимание любимого. Благодаря своей преданности и любви Парвати снова вступила в брак с Шивой. Ты послушала легенду, эти знания пригодятся в будущем. Я вдруг озазнала, что все это время завороженно слушаю Ману. Да я знаю эту легенду, но не так детально. Чтобы разобраться в том, как и почему родилась темная мать, нужно знать о рождении Парвати, ее мирного облика. Как мать всех явлений и существа она творит, сохраняет и разрушает вселенную. Он читал вслух. Она энергия Триокова Шивы. Творит, сохраняет, разрушает. Такое могущество. Ману вдруг уставился на дверь, через которую мы сюда вошли. Кажется, я слышал голоса. Разве? Я пойду проверю. Он быстро направился к коридору, и я осталась ждать. Надеюсь, там никого. Я хочу изучить его мачаро-бхаву детальнее. Блин, неужели у нее... Я не помню, что было в первых сериях, но неужели у него телефона с фотиком с собой нету? Вот в чем проблема? Через несколько секунд Ману вернулся, сразу бросившись к книге. Секция посетителей. Нужно срочно все поставить на место и убираться отсюда. Но как же так? Мы совсем ничего не прошли о том, что мне нужно. Ману уже не слушал меня, он закрыл фолиат и кинулся к полке, чтобы поставить его на место. Идемте, Амала, вы обещали мне. Да. Я растерянно оглянулась, ощущая досаду, понимая, что сделала все, что могла бы. Мой взгляд упал на ту книжную полку, которая подошла едва оказавшись здесь. Может, может, я могу украсть что-нибудь? Тут столько книг. Кто заметит пропажу? Ману закончил и сразу же зашагал к выходу. Идемте же. Я пошла следом за ним, когда Ману скрылся в проходе, у меня было ровно три секунды на то, чтобы решиться. Не украду, а позаездную. Ну, которую? Так, ну, я думаю, оригинал, если они реально его читают, они быстро заметят пропажу, а трактования нет. Плюс, если Ману мы будем привлекать, он узнает, да, что мы украли книгу, тоже как бы будет не очень. Я думаю, нас сдаст сразу же. И, опять же, ну, мы должны сами как-то, наверное, тогда будем справиться с текстом, поэтому я, наверное, выберу трактование все-таки. Я понимаю, что в обычной книге больше всех тонкостей и деталей, но и более вероятно, что именно пропажу этой книги заметят быстрее. Уверена, эта книга окажется очень полезной для меня. Тем более пропажу вряд ли заметят. С трактованием удобно все, что не пойму, там объяснят. Я ловко выудила книгу с полки и скрыла в складках одежды. А если Ману из-за меня влетит? Да я та еще мерзавка. Я скользнув в проход, я покинула частную секцию вслед за Ману. Когда мы вышли, юноша, приложив силы, закрыл проход в коридор. Я знаю, что вы недовольны, но мы не могли оставаться дольше. Понимаю. Они часто ходят сюда, хозяева секции. Нет, достаточно редко, но у нас мог заметить кто-то другой. Вы действительно не были там до меня? Нет, дерзости не хватило. Зато вам, погляжу, все нипочем. Позвольте мне еще вопрос. Без проблем. Если вы индолог, то многое из того, о чем я сегодня рассказал, знаете сами. Действительно ли вам была нужна моя помощь? На меня свалилось много ответственности сразу после окончания обучения. У меня не было возможности работать по специальности из-за семейных обстоятельств. Мысли о семье и ведении бизнеса понемногу начали вытеснять другие знания. Я многое знаю, но ориентируюсь в этом хуже опытных индологов. Мне была нужна помощь. Вам нужно еще чем-то помочь, помимо незаконного проникновения куда-либо. Нет, спасибо. Мне вот интересно, в каких складках она спрятала. Она вот одета, просто практически голая. Я попрощалась с Ману, поблагодарив его за все. Он сказал, что ему было приятно познакомиться со мной, несмотря на то, что я, как он сказал, ненормальная. Ману любезно добавил, что если я решу оказаться здесь вновь, то должна непременно связаться с ним. На том и порешили. Когда я вернулась домой, уже стемнело. Я поприветствовала домочадцев, поужинала с ними, а также позвонила капитану Лайтвуду. День шел к своему завершению, я была абсолютно без сил. Спрятав свое похищенное сокровище, я рухнула на кровать. В голове явились какие-то мысли, плелись размышления, а я медленно проваливалась в сон. В конечном итоге я уснула впервые. За несколько дней этот сон был безмятежным. Я проснулась рано утром. Волнительное возбуждение, которое я испытывала при мысли о книге, заставило меня подскочить с постели. Помывшись и окончательно проснувшись, я принялась приводить себя в порядок. Миссис Челухан сияет радость и сказал мне, что у нее есть для меня замечательные Сари. Опять она Сари со своим. Так, вот этот мне не нравится. Розовый на ней что-то. Ой. И это мне тоже не очень. Блин, мне ничего не нравится. Хотя, может, этот. Ну, фиолетовая какая-то, ей как будто не идет. Раз ничего не нравится, выберу зеленое. О, прическа с кварцем. Прическа с иметистом. Ну, блин, ей сюда зеленый подходит. Хотя и желтый. Желтый подходит к ее глазам, тут все просто. Вот это мне не очень нравится. Я выберу вот эту. Затем, захотев дополнить образ, я задумалась о кольце в носу. Девушки здесь ведь часто их носят, и это безумно красиво. Да, мне тоже очень нравится. Все, надо следующую серию снимать с кольца в носу. Правда, оно у меня носило вот так вот. Не сюда, а вот сюда. Обычное колечко. Красивое колечко. Гвоздик. Ну, надо красивый, конечно. Облачившись в свой замечательный наряд, я покрутилась у зеркала. Как-то странно сделана прическа. Мне вот немножко, у меня проблемки вызывают. То, что пробор как бы смещен не по центру, а самоукрашение по центру. Это какой-то диссонанс у меня вызывает прям. Ну, я и девочка в отражении. Очень хороша. У моей самооценки прямо американские горки. То взлет, то падение. Да нет, по-моему, в последнее время только сама себя хвалила, и ее хвалили. Закончив самолюбование, я очень быстро позавтракала и вернулась в комнату. Мне не терпелось почитать книгу, изучить все увлекательные детали и полностью погрузиться в работу. Ровно через пару секунд, как я начала в комнату, постучалась Сана. Она заглянула внутрь, собравшись что-то сообщить мне, а потом увидела, что я держу в руках. Че, книгу спалили? Госпожа, откуда это у вас? Шшш, ненавижу дом. Служанка шагнула внутрь, не отрывая черных глаз от книги. Маханирвана Тантра? С чем же вы связались? А с чем я связалась? Откуда? Зачем у вас этот текст? Будьте осторожны, свамачара. У левого пути есть много сторон, и не все из них светлые. Я лишь открыл рот, чтобы ответить, но за дверью раздался голос приянки. Сана, ну чего ты там застряла? За мгновение до того, как хозяйка вошла в комнату, я быстро прокрыла книгу подушкой. Мы улыбнулись, миссис Челухан, но от ее внимания не смог ускользнуть наш саный заговорщический вид. Чем вы здесь занимаетесь? Сана помогала мне с палой Саре. Я еще не приноровилась. Мгм, а мало, спустись, пожалуйста, в гостиную. Зачем? Просто сделай это, Сана, ты останешься со мной. Я не стала спорить с хозяйкой и послушалась. Последний раз, глянув на Сану, я покинула комнату и направилась к лестнице. Спустившись в гостиную, я медленно обвела ее взглядом. Кстати, про наряд, как вам? У меня нету индийского ковбойска, решила что-то более-менее подобрать. Ну и чего она отправила меня сюда? Может, хотела остаться с Саной наедине? Я услышала голос хозяйки на втором этаже, а она что-то говорила с Саней. То он казался спокойным, но периодически звучало недовольство. Они ругаются. Может, из-за моей комнаты я не успела постель заправить? А приянка отчитывает ее за плохую работу. Не хочу, чтобы Саня летела из-за меня, вернусь лучше. Развернувшись, я поднялась по лестнице. Когда я оказалась на втором этаже, Санна и миссис Чаухан уже покинули мою комнату. У Санны был слегка стревожный вид. В чем дело? А мало-то вы же здесь. Все в порядке, госпожа. Разве? Да, просто немного взволнована. Чем? Так у нее свадьба. Помешалась миссис Чаухан. Свадьба с Санной будет раньше, чем мы думали. Поэтому нам уже пора начинать приготовление к большому празднику. Ну вот о чем и речь. Так, ну ладно, пятерочку за тайные ходы в блядь. Ну, что могу сказать? Серия не чешная такая. Меня радует то, что нам все объясняют. Что это не какие-то там непонятные слова, которые мне бы приходилось гуглить и прописывать или прочитывать на камеру. Жалко, что мы не видимся с нашими фаворитами. Хоть с каким-нибудь. Я бы кое-кого бы хотела все-таки увидеть. Но это да ладно. В принципе, история довольно интересная, но как-то медленно раскачивающаяся. Но, скорее всего, она медленно раскачивается как раз-таки из-за того, что очень много описаний индийских терминов, которые я, по крайней мере, точно не знаю. Может, кто-то из вас и знает. Но я вот вообще не в курсе. Но, видимо, из-за этого немножко страдает такой, как бы, экшен. Мне из-за этого сложновато. Потому что в последнее время я тоже уже быстро привыкла к такому мгновенному контенту, который сменяется, сменяется, сменяется. И сложно смотреть что-то одно. И хотя, несмотря на это, сама продолжаю делать вот эту говорящую голову, которая вообще никак динамически не меняется. Ну, что поделать? У меня нету возможности делать что-то другое. И вообще меня, как бы, более-менее такое устраивает саму. Поэтому... Если вам понравилась эта серия, обязательно ставьте лайки. Подписывайтесь на мой канал, на мои другие соцсети. Делайте колокольчик серым, чтобы не пропустить новые серии Клуба Романтики и других визуальных новелл. Также хочу напомнить, что у меня есть бусти, на котором чаще всего выходят серии раньше, чем они выходят на ютубе. Всем до встречи, всем пока!